Итак, импортозамещение прям зашла, увидела родное слово, которое на самом деле сейчас уже с точки зрения разработки оборудования не в тренде. Да, почему? Потому что импортозамещение у нас началось с вами где-то конец 2014-2015 года, кстати, тут коллеги, которых я до этого слушала, рассказывали о том, как они, посмотрев на рынок, поняли, что нужно заняться разработкой самостоятельно. С точки зрения рынка вычислительной техники, разработчиков-производителей, помимо тех метров классических нашей компании, которые уже были на рынке, действительно был некий тренд, когда многие крупные заказчики и системные интеграторы тут же решили, что почему бы не заняться импортозамещением и не начать заниматься вычислительной техникой. В общем-то, кстати, у многих неплохо получилось. Но сейчас все-таки мы больше говорим про технологический суверенитет, потому что импортозамещение – это все-таки обеспечение определенной номенклатуры. И вот когда где-то, я считаю, что во многих уже позиции, кроме, наверное, хаэнда набрали достаточное количество устройств, оборудования, об этом говорят реестры, его легко проверить, открыть, посмотреть, что на текущий момент у нас только серверные продукции, их там под 600 номинований с лишним, вот, то надо говорить уже о том, а что, собственно, за этим стоит, да, какие технологические операции мы делаем в России. И здесь мы не стоим на месте. Нужно сказать, что мы вот буквально как консорциума на УВТ в середине апреля направили в Минпромторг очередные корректировки к 719-м, причем корректировки связаны с чем? Мы постоянное количество технологических операций, которые мы заявляем и считаем, что нужно уже отслеживать при оценке, является ли продукция разработана на территории Российской Федерации или нет, мы их постоянно расширяем и углубляем. В общем, мы отправили определенное предложение, а сейчас уже получили пул тем на задуматься и на поразрабатывать дальше, потому что вот эта кооперация, которая началась в России, именно, повторюсь, не под лозунгом «Инпортозамещение технологического суверенитета», она на самом деле набирает очень серьезные обороты, и на нас уже, наоборот, выходят крупные компании из других отраслей, которые предлагают нам, например, свое сырье, там свои материалы для использования нашей отрасли. Поэтому здесь все идет очень высокими темпами. Так, все, возвращаю, расскажу так. Значит, по поводу того, что же все-таки у нас происходит. Повторюсь, реестр наполнен, оборудования очень много. Мне кажется, уже категорий, в которых мы не смогли еще что-то сделать, уже практически нет, я имею в виду, если говорим по группам товаров. С точки зрения того, что же все-таки происходит, это хочется отметить, что разговор как раз с потребителем, в том числе с вами, он начался такой достаточно уже конструктивный. Если все-таки мы раньше нуждались очень в такой государственной поддержке, именно с точки зрения позиционирования в глазах потребителя, то сейчас крупнейшие потребители, в том числе вот это средство массовой информации, да, уже пестрели тезисами и прямой речью представители Ростелекома, например, которые сказали, что да, есть сервера Ядро и Аквариус, в общем-то мы успешно их используем и ничего уже иностранного не покупаем. Да, есть еще второй очень важный момент, это то, что… Ага, да ладно. Ну хотите? Давайте еще попробуем. Надо проверить, кстати, вот здесь с импортозамещением как. Наверное, это вражеские какие-то замыслы, да. Последние попозже. Последние, хорошо. Да, ну, собственно говоря, вот это уже оценка наших, да, участников консорсума, что с точки зрения нашей разработки и производства у нас действительно начинается существенное сокращение зависимости от зарубежных партнеров. Сразу могу сказать, что, наверное, по поводу микроэлектроники, по поводу КБ, да, некоторые как бы выскажут сомнения, да, эта часть с точки зрения центральных процессоров пока еще является сейчас таким непростым как бы моментом, но с точки зрения даже пассивной КБ мы начали уже применять решения. Все, забирайте. Вот видите, оно назад работает, вперед не хочет. А мы вперед идем с отрасли, поэтому нет, не буду я таким образом рассказывать, да. Значит, что еще важно, что, собственно говоря, с нашими устройствами мы вышли в потребительский сегмент, да, и сейчас все наши крупнейшие площадки, онлайн-магазины, они уже имеют порядка пяти брендов представлены на нашей продукции, ноутбуки, моноблоки, планшеты есть. И, в общем-то, те опросы, которые проводят дистрибьюторы, показывают, что, например, там 66% потребителей доверяют нашей продукции. Это на самом деле очень классный показатель с учетом того, что мы вышли в ритейл буквально год назад, считаем, даже меньше. Что еще хотелось бы сказать, что у нас как бы из проблем, да, из проблем, слово такое плохое, как стыгать не называется, но, тем не менее, я не свои слова опять приведу. Был ЦИПР, я думаю, многие там участвовали, да, и когда просили представителей отрасли, так что по-прежнему является болевым и ключевым, это, на самом деле, конечно же, вопрос доступа к финансам, потому что когда отрасль уже, я бы не сказала, растет не вширь, а вглубь, да, с точки зрения технологических операций, это серьезнейшие инвестиции. И второй вопрос – это, конечно же, кадры. Да, что касается инвестиций, здесь очень важно для нашей отрасли, чтобы сохранилась, с одной стороны, ситуация с определенными мерами государственной поддержки, в том числе, например, льготным кредитованием, и налоговые льготы, которые существуют для нашей отрасли, нам очень важны, потому что именно они, мы тут недавно проводили опрос, несколько компаний, которые уже в тот момент предоставили информацию, а это такой очень маленький процент, компания, там, порядка пяти компаний, они не самые крупные, они разные достаточно по объему, тем не менее, показали, у них экономия порядка одного миллиарда составила, и этот миллиард уже был направлен как раз и на расширение штата, и на расширение мощностей, и в том числе на новые разработки. Вот, по поводу кадров, мне кажется, сейчас тоже у нас такая беспрецедентная идет история, когда мы взаимодействуем с вузами, уже нет, не осталось вузов, не охваченных нашими российскими компаниями, с точки зрения сотрудничества, оно очень многогранное, плюс развитие производств привело к тому, что мы сейчас серьезно смотрим на тему среднего специального образования, а с другой стороны, с точки зрения популяризации, разумеется, мы работаем даже со школьниками, чтобы они как раз знали, на чем они, собственно говоря, работают, знали нашу технику и, в общем-то, уже росли с несколько другим восприятием российской нашей радиоэлектронной продукции. По поводу того, что, собственно говоря, опять-таки хотим, как себя видим, наверное, в будущем, повторюсь, это я, наверное, сделала, у меня там в презентации был последний слайд, очень классные слова нашего заместителя министра о том, что... Оп-оп-оп, давайте, 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 вот, вот, нет, спасибо, спасибо, это я скажу обязательно, но тем не менее, никакой искусственный интеллект без электроники работать не будет. Так вот, очень важно сейчас, чтобы мы, с одной стороны, как отрасль, обеспечили, разумеется, инфраструктурой необходимой реализации национального проекта экономика данных, с другой стороны, чтобы, в общем-то, все помнили о том, что никакой искусственный интеллект и никакие IT-решения, если не будет нас как сегмента, да, если мы не будем поставлять свои решения, тоже, в общем-то, не будет. Вот, разумеется, помимо вот этого углубления технологического, мы будем постоянно обновлять наш модельный ряд, то есть вот это, как сказать, наполнение реестров не означает стоп и не означает достаточность, а наоборот, означает постоянный диалог с нашими потребителями, которые, теперь, повторюсь, уже действительно имеют и хороший опыт эксплуатации нашего оборудования, и, соответственно, мы должны постоянно наш модельный ряд модернизировать. Здесь очень, кстати, помните, классно было, вот у коллеги, которые выступали, было написано сильные команды, да, бизнес плюс IT плюс вендор. Ну, вот, собственно говоря, мне даже хочется на этом завершить с учетом нашей аудитории, что именно такая формула, она работает для того, чтобы все импортозамещение, неважно, касается ли оно софтверной части, IT-приложения или железа, чтобы все-таки нам всем с вами в результате было комфортно, и мы приходили к тем результатам, к тем цельным задачам, которые перед нами стоят, только в конструктивной диалоге, только когда мы все вместе. Разработчики софта, разработчики IT-сервисов, бизнес со своими задачами и вендор. Редактор субтитров А.Семкин